Привет всем друзьям! Сегодня у нас на распаковочке два дорожных холдера. Холдеры у нас предназначены для документов, авиабилетов, визиток, пластиковых карт, паспорта и всякой там мелочевки. Ну и давайте приступим к распаковочке. Давайте посмотрим, что это за холдеры и чем они отличаются. Вот такой у нас первый, в забавной такой расцветке, я бы сказал, что-то вроде пантеры, где-то так. Ну и второй. Ну и второй у нас такой вот синенький. Значит, разница у них в цене в радиусе 10 долларов. То есть, понятно, вот этот у нас подороже будет, этот подешевле. Оба предназначены для каких-то путешествий и тому подобное. Итак, давайте откроем наш первый экземпляр. Вот такая у нас лейба. Как видим, даже на краске маркировки MS, M-Squire. В целом, холдер выглядит довольно-таки качественно. Не вижу я никаких ниточек, не вижу никаких косяков. Ну, давайте откроем, посмотрим, что в середине. А в середине, друзья, у нас... Это мы забираем. Вот такая вот начинка. Все довольно мягко, довольно-таки хорошо сделано. То есть, чувствуется, ну, что даже если там что-то есть, то это явно не картонки. Ну, что же, рассмотрим. Итак, здесь у нас отделение для фото. Здесь у нас отделение для ключей и монет. Вот, кстати, отделение для ключей и монет, я бы сказал, но неудобно. Здесь у нас нет ни карабина, ничего, чтобы удержало эти монеты и ключи у нас в этом кармашке. Ну, разве что мы не будем его сильно переворачивать и вытряхивать. Вот. Ну, и отделение для авиабилетов. Ну, тут не только авиабилеты, я думаю, тут любые другие документы могли бы поместиться. Вот. Дальше у нас отделение на замочке. Отделение на замочке. Сейчас вам попробую показать. Прошито изнутри неплохой, приятной тканью. С промежуточным отделением для чего-либо. Вот. Ну, в целом, в целом неплохо. В целом неплохо. Ну, понятно, здесь у нас отделение для пластиковых карт, для визиток. Ну, и всякая-всякая мелочь. Да, забыл сказать про ручку. Конечно, есть резиночка под ручку. Вот. Что тоже немаловажно. Ну, в целом, в целом, качество меня устраивает. В целом, он хороший. Ну, и давайте рассмотрим второй. Второй будет погрубее. Ну, второй, друзья, скажу тоже, что каких-то ниточек, каких-то дефектов внешне я пока не увидел. Вот. Ну, давайте посмотрим, что он скажет нам в середине. Давайте его откроем. Так, замок открылся нормально. Что мы видим? Мы видим здесь у нас сеточки и отделение. Так же само, как и в первом отделении под авиабилет. И большое отделение для всяких там бумажек, проездных и так далее. Что касается отделения на замочке. Давайте проверим, что это за отделение. Так. Угу. А здесь у нас, друзья, косяк. Китайский косяк. Вот мы видим такую мембранку. Просто кусок ткани завернутый. И в середине картон. Не знаю, будет ли вам видно. Вот. Картон, картон. Как бы должен придавать плотность. Плотность отделению. Ну, мне кажется, картон со временем просто изнашивается. Перетирается в труху. И поэтому, ну, это непрактично. Непрактично. Если смотреть на практичность. Ну, поставили бы здесь уже какую-то пластиковую гибкую перемычку. Которую бы держал сам каркас. В целом, все кармашки функциональные. Прошитые. Вот здесь видно, друзья, да? Необрезанные ниточки у нас. Ну, соответственно, качество, конечно, пониже будет. Давайте примерно я вам покажу. Размеры паспорта и размеры холдера, чтобы вы ориентировались. Вот такие у нас размеры паспорта. То есть, в принципе, в холдер он помещается. Ну, и давайте проверим, какой карман все-таки будет более функциональным для нашего паспорта. В первом холдере. Ну, что ж, в принципе, отлично помещается. Без всяких проблем. В качестве пошива, друзья, мы уже разобрались. Давайте посмотрим на качество материалов. Качество материалов, в принципе, у нас в первом холдере. Это нейлон. Нейлон сравнительно плотный. Конечно, проникается немножко такая вот дешевизна из самого изделия. Но в целом он довольно-таки функционален. Первый экземпляр у нас, конечно, будет более качественный. Ткань более плотная. Есть внешний дополнительный кармашек для быстрого доступа. Ну, и я так понимаю, что даже если на него попадет какая-то вода, какие-то обрызги, он довольно хорошо с этим справится. То есть не промокнет. Ну, что можно сказать? Холдер довольно-таки качественный. В заключении, друзья, скажу, что оба холдера, в принципе, функциональны. Да, есть какие-то изъявные у нас в синем экземпляре, но, тем не менее, он функционален и он рабочий. Вот. Выбирать вам, смотреть вам. Ну, и на этом все. До новых встреч, друзья. Пока-пока.